иерусалим центр трех религий суть которых напомнить каждому что бог есть что всевышний видит каждого и готов помочь что он хочет и может избавить всех нас от страданий и дать нам мир каждую весну в исламе иудаизме и христианстве проходят главные священные праздники рамадан песах и пасха а все они о великой любви бога к людям в реальности же это самые напряженные и опасные дни исламский праздник рамадан приносит массу неприятностей арабам палестинцам и евреям израиля конечно не сам праздник а та агрессия которая исходит от некоторых людей на храмовой горе где стоят самые известные мечети алякса и ас сахра когда-то стоял иудейский храм отсюда и название горы или скорее холма ландшафт этого холма позволяет стоящим там видеть всех как бы сверху особенно не защищены те кто приходит к древней иудейской святыни стене плача это довольно большой кусок внешней стены того самого храма которые в первом веке нашей эры разрушили римляне ради золота и драгоценных камней которые находились с внутренней стороны стен многие светские люди не будучи иудеями приходят к стене древнего храма чтобы прикоснуться к настоящей исторической еврейской реликвии многие чувствуют трепет стена пережила тысячелетие человеческой истории люди пишут записки с просьбами к богу избавить от страданий и оставляют их в камнях стены в такой момент когда человек сосредоточен на молитве находится в поиске бога он не ожидает нападения и когда сверху с храмовой горы в людей у стены плача летят камни это шокирует усилия израильской полиции для предотвращения ежегодных беспорядков из-за праздника рамадан который в этом году начался вечером 1 апреля были хорошо продуманы но полностью избежать столкновения так и не удалось вот пятницу 15 апреля когда начался иудейский праздник песок около 12 тысяч мусульман собрались по случаю второй пятницы месяца рамадан на храмой горе среди них оказались около ста человек агрессивно настроенных они принесли флаги террористической организации хамас и выкрикивали лозунги с прославлением шахидов джинина они собрали камни и доски чтобы использовать их для организации беспорядков силы полиции не вмешивались чтобы позволить большей части мирно молящихся разойтись когда район стены плача начали закидывать камнями полицейские вошли на храмовую гору и применили спецсредства для разгона толпы часть защитников запаригодировались в мечети и продолжая оттуда забрасывать полицейских камнями из-за них мирные граждане не могли пройти на пятничную молитву в мечеть порядок удалось и восстановить вытеснив участников беспорядков с храмовой горы полиции подчеркивают что максимально старались обеспечить безопасность молящихся святых местах и для иудеев и для мусульман беспорядки начались во время молитвы и продолжались больше пяти часов были задержаны около 470 арабов при этом 130 были заключены под стражу 65 задержанных оказались несовершеннолетними и были отпущены домой вот на определенных условиях прошлом году подобный инцидент привел к обстрелам юга и центр израиля и сектора газы террористической радикальной исламисткой группировкой хамас несмотря на все усилия израиля по сохранению мира кому-то выгодно поддерживать агрессию пресс-представитель президента палестинской автономии в рамли набить оба радейна сказал вторжение на территории мечети алякса и во внутренний молебный зал аль-гибли равносильный объявлению войны палестинцам и радания возложила ответственность за эти беспорядки также на израиль обеспокоенность ситуации высказали и вес и арабских странах персидского залива поддерживающих последнее время близкие отношения с израилем вот 17 апреля снова зафиксирована каменная атака в старом городе иерусалима около львиных ворот куда обычно приезжают автобусы с туристами христианскими паломниками и религиозными иудеями там пострадали 7 человек евреев в том числе ребенок арестованы 9 человек нападавших и повреждены автобусы и уже вот сегодня общественный политический сайт детали сообщил что боевики хамас совершили запуск ракеты из сектора газа в сторону земного моря в последние месяцы хамас провел целую серию экспериментов со звучитыми веществами и ракетами запускаемые в море чтобы увеличить их радиус действия таким образом боевики готовятся к следующей эскалации конфликта с израилем видимо в этот раз ракеты и собранные не на палестинской кухне напомню что в марте перед рамаданом погибло 11 израильтян двое граждан украины в ходе 10 терактов больше 10 человек ранен вот такой он священный месяц подписывайтесь на наш канал дорогие друзья чтобы быть в курсе что происходит в израиле и вокруг него а с вами был александр шишкин всем шалом вам